По официальным данным, в Приднестровье въехало свыше 29 тысяч беженцев из Украины. Большинство из них, почти 23 тысячи, зарегистрировались и остались в республике. Поток украинцев не прекращается. Сейчас беженцы едут к нам из Молдовы, в том числе и те, кто уже пробыл там какое-то время, с пограничного пункта пропуска. Репортаж Юрия Чернявского. Пункт пропуска Бендеры-Кишинев. Ежесуточно по статистике МГБ со стороны молдавской столицы в сторону Приднестровья въезжает около ста граждан Украины. Но здесь тогда говорится, речь идет не о тех, кто первый раз въезжает в нашу республику. Это и те граждане, которые уже обосновались в нашей стране, но вынуждены по каким-то своим житейским вопросам обратно выезжать на территорию Молдовы. Например, чтобы снять деньги с кредитной карты. Сто человек в день – это средняя арифметическая цифра. Бывает, что за сутки Приднестровскую границу со стороны Кишинева пересекают 150-200 украинских беженцев. То, что они едут не в ознакомительный воеждж, видно по багажу. Даже беглый досмотр дает понять – люди едут к нам надолго. В основном личные вещи, одежда, предметы первой необходимости. То есть это не просто какая-то маленькая дамская сумочка, а это в принципе у людей… Нет, это увесистый багаж с личными вещами, которые успели они собрать. То есть сразу видно, что люди собираются… Надо заехать на долгий срок. Это тоже Бендеры, только уже другая окраина города. Пункт пропуска со стороны Каушан. Сюда граждане Украины прибывают со стороны КП Баланки. С точки зрения географии этот маршрут выбирают те граждане Украины, которые изначально хотят попасть в Приднестровье, а не в Молдову. Как правило, их здесь ждут родственники, друзья и знакомые. Ежедневно этот пункт пропуска пересекает от 50 до 100 украинцев. Как и на других наших постах, основной поток – женщины, дети и украинские пенсионеры. Добираются к нам кто как может. Бывает, что личный автотранспорт на украинских номерах. Бывает, что помогают волонтеры, либо такси какой-то. Но в основном это личный автотранспорт. А на приднестровских номерах выезжают? Есть те, кто их, может быть, родственники или знакомые привозят? Да, есть те, которых подбирают на поланки, родственники, везут сюда. Вот один из таких случаев Зинаида только что привезла в Бендеры сестру Аурику из Украины. Она боится. Она одна с двумя детьми. Один второй класс, другой ей два года. Она одна осталась в доме, и поэтому она боится. У Аурики в Одесской области остался муж. Он военно обязанный. Хочу устроить ребенка в школу, а маленькую дочь в садик. А сама, если будет возможность, конечно, на работу. Девушку внесли в пограничную базу данных. Если она уедет из Приднестровья, ее из базы вычеркнут. Система учитывает каждого человека и четко отслеживает, сколько беженцев въехало и выехало. В Молдове система работает иначе. По данным пограничной полиции, в Молдове сейчас находятся 96 748 граждан Украины. В эту статистику входят и те украинцы, что находятся у нас. Сейчас погранполиция не фиксирует заезд в Приднестровье, потому что с точки зрения Молдовы, Приднестровье является ее частью. Это значит, что на самом деле в Молдове не 96 тысяч беженцев, а примерно на 20 тысяч меньше. Юрий Чанявский, Дмитрий Ягодкин, ТСВ.